здравствуйте мои дорогие друзья садоводы и огородники я маша васильева и вы на моем канале сад огород и зимняя теплица дорогие мои друзья в этом видео я расскажу вам все секреты выращивания томатов без фитофторы даже в такой сложный год как 2020 дождили или просто два месяца а сейчас пошел сентябрь третий месяц и дожди не успокаиваются друзья мои это видео будет как видео нарезка целого можно сказать сезона целого года садовода потому что томаты чтобы вырастить их от семян и до сбора урожая требуется довольно таки длительное время приглашаю вас в мой сад сейчас сентябрь месяц вот так выглядят мои томаты ночи холодные солнце очень мало в этом году лето было дождливое хороший был только июнь все остальные месяцы июль и август были очень очень дождливые но тем не менее томаты заформировались все хорошо получилось томатики такие достойные получились хорошенькие все сорта что мы любим в общем то все они как бы ну может быть один только я так выкинула томат потому что ну что-то какой-то генетический сбой и я вижу что уже ну что-то не то с томатами но все томаты выглядят хорошо никакой фитофторы прекрасно они себя чувствуют поэтому я думаю что могу вам рассказать о том как я ухаживаю за ними для того чтобы этого не случилось дорогие мои друзья я насыпала почвы я обработала почву горячим раствором фитоспорина и сделал делаю значит внутри бороздочки вот таким вот старым фломастером старым маркером я значит его укладываю на землю и вдавливаю пальчиком и так делаю несколько бороздочек 45 зависимости от того сколько у меня семян сегодня я буду сеять в один контейнер два сорта алсу и микада потому что все я уже посеяла у меня остались вот такие вот остаточки и в общем которые помещаются у меня в один контейнер для этого я пишу здесь флажки что у меня три вида алсу и два ряда микада будет значит я уже посеяла семена раскладываю я семена часто потому что я не знаю какая у них схожесть я схожесть этих семян не проверяла и не знаю что у меня взойдет если у меня взойдет очень часто то я их распикирую в очень очень ранним как бы в состоянии примерно вот в таком состоянии я их начну пикировать если схожесть плохая то в принципе значит они взойдут приблизительно через два-три сантиметра я их чуть позже распикирую с появлением настоящего листика друзья мои я разложила семена и теперь я их должна закрыть почвой слоем приблизительно полсантиметра семена у них крупные прорастают в темноте поэтому почвы нужно обязательно закрыть вот но много не нужно потому что ни к чему это просто лишние усилия будут томаты отдавать для того чтобы прорастать откуда-то из больших глубин а некоторые и даже вообще не хватит и сил прорасти которые послабее и так друзья я присыпала слоем земли приблизительно полсантиметра я так вот слегка слегка чуть-чуть уплотнила землю и теперь я обработаю сверху опять же фитоспорином но он у меня уже не горячий он уже у меня теперь тепленький дорогие мои друзья я я никогда не замачиваю семена перед посадкой никогда никакие не в открытый грунт не в закрытый грунт не рассаду ничего я не знаю почему я этого не делаю точнее всего я точно знаю почему я это не делаю потому что я не увидела никакой разницы простите вот все что я посадила у меня всхожесть этой вам сейчас обзор включу после этого обзор моего рассадника у меня нет плохой схожести у меня все всходит как щетинка понимаете все всходит как щетинка даже иногда и я думаю видите как я сажаю часто я думаю что ну вдруг вдруг чего да никакого вдруг не бывает почему да потому что я сверху то все равно их обрабатываю я ведь их обрабатываю сверху тоже фитоспорином то есть я их обеззараживают раз во вторых фитоспорин содержит себе гумат а гумат это стимулятор роста то есть я стимулирую семена а еще гумат улучшает структуру почвы поэтому в общем то я делаю только все хорошо для них и так мои дорогие я значит пролила никакого болота я не делаю только лишь слегка вот вижу какой-то комок попался как вам ок мне не нравится я его выкину потому что через него может не пройти теперь я закрою вот крышечкой от этого контейнера этой контейнера продаются с крышками теперь я закрою это все крышечкой это у меня будет как микро парничок и отправляется все это у меня в рассадник если вы в городе то вы отправляете это все на подоконник в теплый важный момент мои дорогие как только у вас появятся вот такие вот петельки зелененькие маленькие петельки вы должны открыть контейнер вот смотрите если его не открыть то вот эта крышка а значит она сильно нагоняет тень на растения они начинают паниковать и вытягиваться очень сильно вытягиваться поэтому я вам рекомендую вот просто я даже сама знаете иногда бывает проворонишь и вот уже вот такая нога чё хорошего ничего хорошего лучше уж вот такие вот крепыши чтобы стояли правда это все конечно поправимо но лучше этого не допускать вот мои хорошие мы дождались петельки вот мы открыли значит контейнер переставляю я его из рассадника уже теперь просто в теплицу у вас остается все это конечно на подоконнике если у вас северная сторона да и не северная сторона а сейчас февраль и март требуется подсветка поэтому я рекомендую всем повесить лампу значит для подсветки ваших растений и значит мы это все дело подращиваем в контейнер очках я ничего не удобряю никакое удобрение не ношу потому что малышатиком вполне себе хватает того что находится в почве и всего хватает излишек будет для них губителен они не смогут это снямкать и они начнут болеть почему я вам это говорю да потому что опять же мой опыт мне подсказывает вы знаете иногда так лучше перестараешься что все все к издохло в одночасье почему потому что вот смотрите дай человеку водички попить он пьет с удовольствием а дай ему излишек воды он утонет в этой воде если дай ему витамина c излишек да у вас пятна пойдут вы зачешетесь и коркой пойдете также и растения тоже они не могут использовать столько сколько вы им даете они смогут скушать только столько сколько они могут скушать а маленьким растениям нужно очень 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 мало и так мои друзья в контейнерах я их не подкармливаю вообще ничем я их значит распикирую в фазе настоящего одного листика если будет загущенная посадка то я их распикирую в фазе вот таких вот семидоличек вот вот в такой вот фазе вот потому что загущенные посадки они приводят к черной ножке значит потому что не хватает у них освещение между растениями еще к черной ножке приводит полив холодной водой поэтому всю свою рассаду всегда поливайте тепленькой водичкой и к черной ножке еще приводит переливы поэтому значит вот смотрите казалось бы визуально вроде бы уже такая суховатая земля а вот я вот сейчас пальчиком понимаю там внутри внутри все сыра там влаги много поэтому не всегда вот такой вот на поверхности такая суховатая земля она не всегда означает что пора поливать то есть пора поливать когда контейнер очек у вас легкий тогда уже водички в нем нет вот сейчас у меня визуально сверху вроде суховато а контейнерок тяжелый я понимаю что там внизу воды полно и они еще будут пить и пить может быть день а может быть и два поэтому не переливайте потому что это приведет к болезнему черным ножкам они просто утонут они не смогут переработать излишек влаги не дает кислороду значит быть рядом с корнями это тоже для них очень хороший видео я покажу как пикировать перцы и томаты это посадка февральская и конечно же растение немножко подвытягивается я вам сейчас покажу как выглядит например автоматики алсу и микада хотя они стоят под лампами в теплице в зимний и тем не менее вот таким образом они подвытягиваются это нормально мартовских посадок такого конечно же уже не будет но февральская посадка и капустка и томатики всегда немножечко подвытягиваются да и перчики тоже уже вот видите требует давным давно пересадочки дорогие мои друзья я буду пикировать вот из таких лоточков вот в такие стаканчики стаканчики предварительно у меня подписаны я подписываю их белым маркером значит почему белым потому что скоро наполнится сюда земля и будет видно на черном фоне хорошо вот этот маркер вот подписала что это у нас желтый бизон вот и сейчас я вам покажу каким образом я это делаю когда они немножко вытянуться сажаю я в почву которую покупаю на оптовых базах вот такие 10 литровые пакеты сейчас у меня микро парник и агробалт такой торфяной грунт смешаны пополам потому что один очень черный жирный а другой такой воздушный торфяной и когда они вместе мне они очень нравится качество этой почвы и так мои дорогие друзья значит почва у меня находится я вам сейчас приподниму и покажу вот в таком вот примерно значит в такой вот емкости и я буду иногда туда нырять уж вы тут не обижайтесь ладно потому что мне здесь поставить ее просто некуда дорогие мои друзья и так что стаканчики подписаны почва готова значит подготовлен у меня раствор фитоспорина вот такой вот некрепкий он нужен для того чтобы обеззаразить наши растишки от всяких черных ножек от всяких гнили и грибов и чтобы обеззаразить почву фитоспорин видео посмотрите на моем канале называется фитоспорин болезни нет итак друзья мои приступим я немножечко сейчас наклоню вот так вот чтобы вам было лучше видно что здесь происходит я набираю половиночку вот посмотрите вот и этот томатик у меня не пересажены поэтому я не буду до конца его утапливать а лишь только оставлю так чтобы верхушечка вот видите выглядывала и теперь я добавляю туда почвы и все и томатик можно сказать у меня присажен они хорошо дают корневую систему по всему стволику ничего страшного от того что мы его так притопили совершенно с ним не случится и я его поливаю раствором фитоспорина и теперь я поступлю таким же образом со всеми своими томатами стаканчик уже останется эта томатюшенька останется до высадки в грунт или до продажи поэтому я его мульчирую вермикулитом вермикулит это такое вещество вулканического происхождения которое сохраняет долгую влагу в горшочке не позволяет расти всяким плесеньем наростом и зеленьем на поверхности земли и от шейки растения оттягивает излишнюю воду тем самым защищая от черных ножек и вообще излишних болезней дорогие мои друзья поливают томаты обязательно по мере подсыхания томаты нужно подсушивать и они это любят если постоянно держать их в сыроте они у вас захлорозят станут желтые листья начнут крутиться вертеться вы увидите как значит томатюхе неприятно в таких условиях находиться она вам все расскажет своим внешним видом поэтому подсушиваем и тогда уже поливаем прям стаканчик должен быть легкий прям там должна быть так подсохшая земля дорогие мои друзья вот видите сегодня это пересаженная вот это томат пересажены сегодня корней не видно через два дня появляются вот такие вот уже белые корни это означает что томат осваивает горшок и значит все хорошо ему все устраивает все нравится и все правильно сделали и так мои дорогие друзья я начну наверное по порядку и будем мы говорить сегодня про поливы про подкормки и другие полезные процедуры друзья мои начнем с поливов самое главное и самое первое это мы поливаем с вами не хлорированной водой а мы ее эту воду обязательно отстаиваем и вода должна быть тепленькая если вам это о чем-то говорит то она должна быть как парное молоко то есть это должно быть не горячо а это должно быть тепло и приятно ну то есть вы ручку отпускаете а ручки прям нам так и хочется понырять вот этой водичке вот это вот именно та самая вода которая нам и по дорогие мои друзья значит вот такие растения не требуют никаких удобрений они поливаются только водой и когда люди говорят что ой у меня там что-то беленькое наверное не хватает у меня там того и понеслись и покупать удобрения только хуже наделать понимаете пожалуйста маленькие растения если вы посадили их в грунт впитательный я сажаю вот в данный случай вот в такой и это не реклама потому что я всегда разные покупаю вот сейчас у меня такой грунт грунт хороший грунт питательный и вот таким растением вполне себе хватает вот этого питания которое находится в грунте да потом я значит буду их пикировать вот это томат распикированный он тоже пьет в воду почему потому что нет еще корней понимаете еще корни не освоили всю вот эту земельку вот растение которое освоила все и теперь это растение будет у меня получать компот из биогумуса так что же такое компот из биогумуса тоже не не реклама вот конкретно этого при же производителя потому что он у меня бывает совершенно разный самое главное период перед под употреблением немножко его взбалтывайте потому что у него есть такое свойство под оседать на 5 литровую бутылку воды я добавляю одну чайную ложку биогумуса и вот это у меня а концентрация такая слабая что производитель вы на меня просто обиделся и сказал бы ну ты плохо используешь наши удобрения вот а я скажу вам что это хорошо и больше не нужно потому что с удобрениями лучше не до чем перекормить потому что очень частые гибели наших растений происходит из-за того что мы их просто перекормили и они не могут справиться с тем что значит у нас тех с тем что мы им даем дорогие мои друзья и так растения все растения которые у меня в таком состоянии они уже видите освоили освоили очень хорошо стаканчик все вот эти растения начинают получать вот 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 этот перец начинает получать вместо воды компот из биогумуса что еще очень важно очень важно воздух конечно же наряду вот со всеми вот этими кормами и значит и и вот этим попить очень важен воздух поэтому в теплице я каждый божий день проветриваю я открываю вот сейчас температура минусовая на улице снег я вам покажу форточку что это такое на улице творится но тем не менее все равно нужно проветривать и у меня включен вентилятор и у меня обязательно проветривается помещение я разгребаю мучу часто я не сажаю в четырех метровой теплицы у меня будет расти с одной стороны 5 томатов из другой 5 5 веток имеется виду и так мои дорогие друзья я разгребла мучу и вот теперь я слегка здесь землю эту буду рыхлить в принципе ее что рыхлить она у меня вся здесь рыхлая понимаете она природном земледелии уже вся вот такая вот рыхлая и пушистая но тем не менее я сейчас буду рыхлить эту землю рыхлить я добавлю сюда золы горсть золы и буду ее перемешивать с золой так перемешала теперь эту землю я буду помещать вот в такое ведро мне нужно на дно значит моей лунки положить такую хорошую хорошую горсть пера из старой подушки потому что томаты просто обожают перо из подушки из старый дело в том что когда перо разлагается разлагается она очень быстро она в очень легкой доступной форме предоставляет растению кремний и это очень нравится растение сразу же видно когда растение добирается до пера вот глубина у меня приблизительно вот такая наверное сантиметров может быть 20 луночка но но луночки я тоже порыхлю слегка порыхлю и добавляю туда такую хорошую горсть пера из подушки вот такую вот мне знаете что в контакте задают вопрос господи где столько подушек то набраться до дело в том что одной подушки на много лет хватает там вот вы берете горсть оттуда него было нисколечко вот видимость вот такая что его здесь много а там фактически ничего и не было дальше я возвращаю возвращаю на место вот эту почву которую я смешала и моя посадочная лунка абсолютно готова земля у меня здесь влажная я не люблю очень сильно мокроты здесь делать поэтому во влажную землю я сажаю хорошо пролитые значит вот такие вот томатики я буду сажать их по значит по семидоречки перед посадкой томаты хорошо проливают все устанавливают все моя посадка вот вся на этом заканчивается я сажаю два корня во первых на всякий случай а во вторых так томатов больше получается все вот этот у меня томат называется сокровище инков и теперь я поставлю сюда флажок вот именно с этим названием все мои дорогие посадка закончена сейчас я так посажу все все томаты посажены и вот закрыты они не тканым материалом больше я ничем закрывать не буду дверь вот это будет открыта теперь всегда только если будет какое-то сильное похолодание то я ее закрою а шторка будет закрываться на ночь просто закрываться отпускаться вот когда будет очень жарко вторая дверь будет сделана также открыта настежь и так остается у меня на все лето двери в теплице не закрывается никогда для того чтобы не было конденсата нет конденсата нет болезней в томатов ну а профилактика вот росы когда пойдут июльские росы для профилактики фитофторы чтобы не дай бог ничего туда не попало я буду опрыскивать не только томаты но и огурцы да весь сад я опрыскиваю препаратом nv 101 или hb 101 это комбинация масел которая предотвращает все заболевания сейчас томаты я полила после посадки и вот готовится сейчас у меня муж делать капельный полив в следующем видео расскажу вам подробно как сделано что сделано и как будет поливаться томаты как будут поливаться томаты дорогие мои друзья в общем начинаем формировать томаты это алсу высокорослый там дома одну средний рослый у него он все-таки детерминатный считается потому что у него значит есть конец точки роста и так вот нижние листья уже понятно листья которые начинают желтеть и увидать эти листья только всего лишь навсего лишь значит потребляет лишнюю лишние значит еду из земли их мы с вами удаляем мы удаляем вот эти листочки которые пожелтели мы удаляем пасынки которые в пазухах начали расти вот видите я удаляю вот эти пасынки так листики которые пожелтели это пожелтел пасынок так ну а вот эти листики пока я все оставляю и давайте смотреть как я буду формировать значит над 7 8 листом закладывается цветочная почка и вот это очень хорошо видно вот здесь вот на томатике вот видно да что заложилось заложил томат цветочную почку и значит ветка как бы раздваивается вот видите и вот этот ствол где заложилось цветочная почка и вот этот раз двойный я оставляю все остальные пасынки я буду убирать до цветочной почки они мне больше не нужны вот этот пасынок я удаляю где еще смотрим в пазухах вот только зародившийся я вижу но его еще пока не прищипнуть но его в дальнейшем я тоже удалю и я буду формировать томат в два ствола уже наконец-то время подвязывать томатики вот таким вот образом я это делаю значит лента вот называется так лента для подвязки в этот раз я вот именно вот такой вот ленты подвязываю это такой нетканый материал вот такой нетканый материал как бы порезанный на ленточках он очень легкий томатиком очень нравится такое вот на таких вот шпагатах пвх томаты сидеть не любят они как бы отталкивают его отвергают им не нравится им жестко лучше всего либо самим нарезать из нетканого материала либо вообще из старого постельного белья хэбэшного вот такие ленточки им куда больше нравится на таких сидеть чем на пвх друзья мой узел делаю не тугой потому что томат растет стволик утолщается и перетягивать его не нужно поэтому стволику идет питание ко всему растению автоматик повыше я уже провернула как говорится поэт на этой ленте вот таким вот образом автоматики которые еще не достигли вот например то просто пока значит завязан узелочек подготовлено все для того чтобы по мере роста я его просто проворачивала на эту ли удобрение перемешиваю перед употреблением вот такой она зеленая ковшик пол литровый а ведро 10 литров поэтому я добавляю сюда два ковшика и перемешиваю перемешиваю все самое лучшее в мире удобрение готово и теперь литр под корень дорогие мои друзья я продолжаю ухаживать за теплицей я продолжаю значит убирать всю загущенность вот посмотрите внизу это пасынки это не нужные листья значит это листья с нижние которые уже состарились это очень крупные жесткие листья которые уже ни в коем случае нам не нужны они очень много забирают питание и значит отнимают у растения очень много сил дорогие мои друзья а значит у меня теплица по-прежнему и днем и ночью открыта настежь хотя у нас уже сезон дождей идет в две недели у нас не прекращающиеся дожди но с томатами все хорошо потому что поливы ограничены никакой сыроты у них нет значит мульча обработана фитоспорином томаты обработаны препаратом nv 101 это защита от значит от перепадов всяческих температур и я только лишь значит их прокручиваю подвязываю следующим этапом я прищипну верхушки для того чтобы томаты стали краснеть и прекратили уже значит завязывать кисти мне много томатов не нужно я не томатная душа вот и кисти тяжелые которые значит могут не выдержать вот например алсу или микада их конечно же я страховочно подвязываю потому что начался процесс скоро они будут гигантские и уже будут ужасно тяжелыми заглянем в теплицу посмотрим как у нас тут обстоят дела томаты спеют томатики кушаем после того как я прищипнула верхушки все рост окончен сейчас вот это вот еще прищипну не прищипнула вот видите сейчас только что обнаружила вот как только прищипнешь они мгновенно начинают сразу же значит завязывать вот такие вот последние свои завязи они очень стараются уже значит начинать все краснеть они стараются наливаются вот такие вот маниста шоколадные томаты это мои любименькие самые любименькие вообще все шоколадные томаты для меня очень сладкие и очень прием пришла в теплицу для того чтобы посеять горчицу прямо поверх мульчи я это делаю вот так вот беру горчичку и сею ее просто прямо поверх поверх мульчи разбрасываю и теперь я вот такими вот сапочками слегка ее вот так вот туда позади делаю чтобы они скатились и не валялись и просто на значит на поверхности сейчас включу я капельный полив и увлажню в тепличке немножко почву и сейчас я так вот сделаю по всей теплице горчица белая будет расти прямо значит из мульчи и уже не буду дожидаться я значит какого-то там съема урожая а когда полностью я буду освобождать теплицу я возьму секатор и просто у основания отстригну вот эти томаты оставлю маленькие столбики чтобы были у меня ориентиры корни в дальнейшем будут отмирать и служить значит таким воздуха и водопроницаемым капиллярами в дальнейшем они будут ими будут питаться микроорганизмы и земля будет здесь пушистый дорогие мои друзья самое главное я не устану это повторять сделать нужно так чтобы в теплице в вашей вообще не было конденсата никогда не на секунду потому что конденсат он и дает просто все болезни как только заканчиваются угрозы заморозков в мае месяце я открываю настежь теплицу с двух сторон я решаю вот такую вот нетканный материал на всякий случай вдруг если будет какое-то сильное понижение температуры но ни разу например в этом году я так и не закрыла эту шторку вот так вот настежь у меня открыто всегда май июнь июль август сентябрь ну конечно же вот меня говорят ну шутишь ведь наверное ну как ночь холодная там все закрывают открывает ничего не закрываю ничего не открываю вот показываю вам томаты не боятся похолоданий вместе с природой они привыкают они при приучаются как бы относиться к похолоданиям лояльно вот то что они терпеть не могут абсолютно так это конденсат и застой воздуха и еще загущенность ну и вот мои дорогие друзья конечный результат это свои замечательные сладенькие черри свои мясистые например вот такие вот томатики микада и конечно же это радость и удовлетворение от того что все получилось и что какая молодец и что как я хорошо все это вырастила и сделала дорогие мои друзья а если это видео вам понравилось если оно было для вас полезно то поставьте лайки и подписывайтесь на мой канал и смотрите мои следующие видео про сад про огород про зимнюю теплицу про рассаду про природное земледелие да и про жизнь за городом вообще берегите себя всем любви и счастья пока пока